Всем привет! Это программа Репортер и Алексей Коноплев. Поздравляю с окончанием напряженной трудовой рабочей недели. У меня есть предложение, чем можно заняться в эти выходные. Это не театр, не кино и даже не филармония. Дети будут рады, а взрослые ударятся в ностальгию. Сейчас раскрою интригу. В Самару приехали знаменитые Запашные, но не братья Аскольта и Эдгара, а их ближайшие родственники. В нашем городе впервые свою программу презентует цирк Марицы и Дана Запашных. Это сестра и племянник известных укротителей. Они готовят номера аналогов, которым нет в стране. Например, Дан выступает в паре с шимпанзе Мальтой. Как складывался их акробатический союз и почему молодого дрессировщика пока нет девушки. История цирковой династии в следующем сюжете. Он мог бы стать неплохим управленцем, дальнобойщиком или даже сварщиком, но ни то, ни другое, ни третье не выбрал фамилии. И корни не позволили. Молодой человек с коротким и необычным именем Дан. С древнееврейского переводится как судья. У обладателя этого имени, как правило, присутствует врожденное творческое начало талант. Но какой ответ на этот вопрос может появиться прямо при рождении? Ну, пойдемте посмотрим, что у нас в ламонезе происходит. Серьезная и грозная брюнетка в середине арены. Его мама Марица – единственная дрессировщица пантеры в мире. Мать и сын с одной легендарной фамилией, которая раз и навсегда определила, чем будет каждый из них заниматься. Впервые в Самаре свой цирк презентуют другие запашные родственники известных Эдгарда и Аскольда. В данный момент я нахожусь здесь, сейчас на гастролях, а дядьки работают сейчас в Москве. Вот у них будет на Малой Арене, в Ложняках тоже опять установка новая. И просто физически не получается, к сожалению, в этом празднике оказаться в одном месте. Ушли калерные. Еще 10 секунд. Играем в программу. Марица Запашная – сестра братьев-дрессировщиков. А Дан – представитель пятого поколения известного клана. Марица извиняется и отказывается от интервью. Объясняет, что человек совсем не публичный. И для нее видеокамера – большое испытание. Дан Запашный – тоже не медийная персона, в отличие от известных дядюшек. Не считаю нужным тратить свое время на какие-то такие вещи. Может быть, я не прав, конечно, но для меня сейчас ценнее, скажем, заниматься именно со своими животными и развивать свою работу. Каждый раз мы, когда приезжаем, приходится согласовывать местные службы, которые занимаются светом, музыкой. Для того, чтобы все это работало, как бы, ведь у нас такое прямое искусство, как прямой эфир. Дан Запашный мечтал стать дипломатом, но однажды увидел, как его дед Вальтер заходит в клетку к хищникам. Молодой человек загорелся, начал заниматься всем подряд. Гимнастикой, жонглированием, акробатикой. Выступал на мотоцикле, но все поменялось в один момент. Дан встретил ее – даму, с которой сделал дуэт. У нее еще меньше, чем у нее, потому что у нее там и зимние, и летние вещи есть. Вот, у нее несколько чемоданов с ее вещами. Вот, хотите верить, хотите нет. У этой барышни воспитанный им характер шимпанзе Мальта – подрастающая компаньонка Запашного. Вместе у них акробатический номер – единственный в России. В его мужественных руках покладистая Мальта крутит сальто-мортале, и другим женщинам его никогда не отдаст. Мальта еще не знает, что Дан мечтает о слоне, но чтобы заполучить животное, надо договориться с самим королем. Это пока далекое будущее – из ближайшего провести все выходные в Самаре на гастролях. Цирк «Марицы» и Даны Запашных будет удивлять местную публику до середины января, а Мальта встретит 2016 год обезьяны на Волжских берегах. Циркачи пробудут у нас в городе весь январь, а премьера состоится уже в эти выходные. Это все на сегодня. Увидимся. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!